Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря много отчетов. Первый релиз, на который обратим внимание, это данные по бизнес-оптимизму Германии от Айфо. Я не думаю, что эта статистика станет особенным катализатором для движения европейской валюты, но все-таки это еще один релиз, который поможет нам разобраться в общем экономическом состоянии ведущего локомотива ЕС. И чем больше мы сейчас получим слабых релизов, отчетов, которые будут набрасывать тень на промышленный сектор, тем, соответственно, больше будет нам оснований говорить о уязвимости европейской экономики, о рисках рецессии и высокой вероятности того, что ЕЦБ осознает, насколько сейчас важно и уместно стимулировать экономику более низкой процентной ставкой. То есть те рекомендации, которые я ранее давал по европейской валюте, они прежде всего были основаны на том, что ЕЦБ будет снижать ставку. И, соответственно, на контрасте с действиями того же самого Федрезерва это должно быть якорем для главного валютного риска и постепенно тащите к уровню целевого ориентира, который ранее мы поставили, забросили на отметку 1.05. Далее по повестке экономического календаря в 12.30 данные по уровнячным продажам Канады в это же самое время выйдет отчет по заказам товара длительного пользования, тоже же важный компонент, который влияет на показатели ВП, статистику по темпу экономического роста мы будем анализировать уже завтра. И в 14.30 по GMT данные по запасам нефти в США. Давайте теперь по порядку. Индекс доллара 105.50. После обновления многомесячных максимумов индекс доллара перешел в коррекцию. Причем вчера было опубликовано два отчета по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуга. Я думаю, что, учитывая мой акцент на эту статистику, вы не проигнорировали эти данные, обратили внимание. Есть вопросы к производственному сектору, промышленному сектору, потому что фактически показатель индекса снизился в прошлом месяце с 51.9 до 49.9. То есть ушел в зону спада. Но здесь есть смельчающее обстоятельство. Оно заключается в том, что активно растет сфера услуг. Общий показатель индекса сферы услуг 50.9. Это ниже, чем было два месяца назад. Но все-таки индекс остается в зоне роста. И если оценивать удельные вклады показателя производственного сектора и сферы услуг в общий показатель динамику ОВП, конечно же, сфера услуга доминирует. Поэтому, на мой взгляд, в целом ничего сейчас существенно сильно не набрасывает тень на перспективы американской экономики. Я считаю, что мы по-прежнему можем говорить о том, что она прогрессирует, опираясь на сильный рынок труда, на высокие значения активности в сфере услуг и розничные продажи. То есть высокой активности потребителей. И отсюда снова риски, связанные с перегревом экономики, о которых говорил в том числе и я, с отсылкой на свое субъективное мнение и на комментарии ряда представителей американских инвестиционных банков, за которыми я слежу и оценки доверяю. Как эта статистика повлияла на изменение вероятности снижения ключевой процентной ставки? Вы знаете, существенным образом она не повлияла. Если обратиться к инструменту FideWatch Tool и посмотреть на ближайшее заседание, например, июньское заседание, вероятность снижения ставки даже ниже, чем была вчера. Сегодня она составляет 14,8%. Вчера, когда я записывал для вас очередной брифинг, она была чуть выше 15%. В июле вероятность снижения ставки 37%. В сентябре 47%. И по опросу Reuters большинство участников, которые приняли участие в этом опросе, считают, что доставку снизится в сентябре. Я не разделяю этот прогноз. Я считаю, что в лучшем случае американский регулятор может согласовать смягчение политики лишь прям под конец 2024 года. Ну и в то же время я не поддерживаю пока идею того, что изменение вектора американской монетарной политики будет смещено на 2025 год. Все-таки ФРС начнет действовать позже, чем ожидалось до этого. И главные, конечно же, причины, по которым американский регулятор вынужден корректировать планы по смягчению политики, это продолжающийся рост индекса потребительских цен и нависшие угрозы. Экономика в виде предпосылок для еще большего разгона потребительской инфляции. Я не рассматриваю динамику индекса доллара как инструмент, где можно принимать решения торговой активности прямо внутри дня. Я надеюсь, если вы следите за моим аналитическим контентом, вы понимаете, что ставятся долгосрочные ориентиры, и мы их довольно успешно делаем. И в отношении американского доллара текущую коррекцию я воспринимаю довольно нормально. Считаю, что это, напротив, то, что подтверждает, наверное, в хорошем смысле проявление восходящего тренда. То есть он нормальный. Ни один тренд не развивается без каких-либо коррекционных откатов. Всегда есть сопротивление. В данном случае это сопротивление привело к коррекционному откату к уровню 105.50. Даже если будет еще дополнительное локальное снижение, я уверен, что последующие макроэкономические отчеты все же вернут покупателей американского доллара и индекса на рынок, и мы увидим снова значение 106 и выше. Сегодня на повестке экономического календаря, как я уже отметил, заказан товар длительного пользования. По прогнозам, в прошлом месяце этот показатель вырос на 1,5%, после роста на 1,4% два месяца назад. Соответственно, сильные цифры могут поддержать позиции доллара. Золото 2329 долларов за тройскую унцию. После тестирования планки поддержки 2300 золото восстановилось на фоне локального ослабления американского доллара. Рыночный сантимент показывает пока, что распределение покупателей-продавцов 50 на 50, и, соответственно, это те значения, которые нами сейчас могут анализироваться и восприниматься не как идеальные условия для принятия решения о какой-то торговой активности. Лучше дождаться более интересных показателей, как я уже говорил, 70-30. В общем, золото пока не трогаем. Европейская вольта против доллара 1,07 текущей котировки. Индексы производственной активности еврозоны Германии вчера разочаровали, но сферу слух как бы компенсировала негативные эффекты слабого производственного сектора. Также хочу отметить комментарий вице-президента Европейского центрального банка Луиса де Гиндеса, который снова подтвердил, в принципе, озвучил риторику главы ИЦБ Лагард о том, что ставку будут снижать в июне. Нужно дождаться июньского заседания и, соответственно, ориентироваться по-прежнему на слабость евро с потенциалом снижения к уровню 1,05. Британская валюта 1,2456. Вообще, интерес к риску, который мы наблюдали в рамках вчерашней торговой сессии, он был преимущественно связан только лишь с наслаблением позиций американского доллара. Если коснуться британской статистики, то она очень похожа на европейские данные и на данные из США. Производственная секта резко просел, но сфера услуг немного подсластила пилюлю и вытащила, наверное, этот локальный оптимизм на повышенный уровень, что позволило участникам рынка и, в частности, покупателям несколько перехватить инициативу продавцов. Но основные тренды, они прежде всего основаны на контрасте монетарных политик и на ожиданиях того, что все регуляторы, которые я озвучил, в частности, ИЦБ и Банк Англии, они будут снижать ставку раньше, чем американский регулятор. И нужно понимать, что в долгосрочной перспективе на дистанции это не может не оказать еще большее давление на рисковые инструменты. Мы очень неплохо заработали на ослабление риска за последнее время, но я считаю, что потенциал снижения еще не исчерпан. Доллар канадец 1,3660. Сегодня ждем слабый отчет по рыночным продажам Канады вкупе с потенциалом роста нефти, с обещанным Тифом Маклимом, главой Банка Канады, снижением процентной ставки в июне и вкупе с потенциалом снижения цен на нефть по-прежнему горизонт ожиданий роста этой валютной пары 1,38 и выше. Вот как раз на эти уровни давайте ориентироваться. Также еще не достигли цели по паре доллар-франк. Котировки 0,9120 почти не изменились мы с момента старта текущей недели. Целевой ориентир 0,92. Хочу отметить еще очень интересный дуэт активов. Это пара доллар-иена в текущей котировке 154,86. Мы ранее покупали этот инструмент с целью 153. Сейчас пара еще выше, поэтому чем выше, я говорил, она забирается, тем больше будет вероятность того, что вмешаются монетарные власти Японии, Банк Японии и Минфин с валютными интервенциями. Я предлагаю, друзья, уже просто на очевидном понимании того, что это произойдет очень скоро, может быть, даже в эту пятницу, когда состоит заседание Банка Японии, могут быть интервенции. Действительно, уже шортить этот инструмент, но заходить постепенно, скажем, по мере развития нисходящей динамики. Не нужно залазить с привычным рабочим лотом текущих значениях, потому что я не удивлюсь, если, может быть, локально продолжение восходящей динамики. Но на долгосрок, если вы рассматриваете и ищете инструмент, который можно продать с горизонтом до конца этого года, а может быть, еще дольше, сейчас пара доллар-иена – это самое интересное торговое решение. И рынок нефти 87,40. Ждем дальнейшее снижение, ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Санкции против Ирана, которые обсуждают со стороны США, я думаю, что до них дело не дойдет, потому что это потенциальные угрозы для поставок нефти на глобальный рынок и то, что может стать регионом роста цен. Не уверен в том, что американские власти сейчас перед выборами будут создавать собственноручные условия, при которых цены на нефть будут расти. И сегодня также выйдут данные по запасам нефти США. Соответственно, очередной рост запасов, как тенденция, которая продолжается уже не одну неделю, может усилить давление на котировки и отправить бренда ниже отметки 87 долларов за баррель. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!